Всем привет! С вами Алекс и сайт rempc.by В этом видео хотелось бы рассмотреть очень интересные новости по метро Исход По просто феноменально успешной Apex Legends Давайте смотреть и разбираться, поехали! Сегодня 11 февраля и всё, до выхода метро уже осталось 4 дня Официально выход, посмотрим, заценим, что там да как И вы же знаете, ситуация сложилась такая катастрофическая Отчасти с репутацией, потому что выходит в Epic Games Store И тут казалось бы, ну нужно бы издателю выправлять как-то ситуацию Как-то идти по направлению к геймерам, пытаться как-то смягчить что-то Но нифига подобного, Deep Silver решили наоборот хорошенько так разогнаться И просто с разбегу, как влупить ногой по яйцам тем, кто предзаказали игру в Steam И посмотреть, что будет и дальше, потому что им же мало хейта По итогу что, Deep Silver лишила покупателей Steam версии метро Исход предзагрузки Предзагрузки, ну как казалось бы, блин, уже может начало что-то стихать Как-то Глуховский там что-то тоже попытался попросить прощения там и не добивать серию Но Deep Silver решила, что нифига подобного Хорошенько отпинать по яйцам, это дело чести игроков в Steam По итогу что, один из покупателей шутера метро Исход решил поинтересоваться О технической поддержке Deep Silver Ожидается ли включение в Steam предварительной загрузки игры? Как вы понимаете, он получил отрицательный ответ По словам сотрудника, большую часть трафика издатель ожидает от пользователей Epic Games Store Так что именно этот магазин и получит возможность предзагрузить метро Исход до релиза Что за чушь? Непонятно вообще Какой смысл? Сутки до выхода там останется Людям нужно предзагрузить 60 гиг Для некоторых это ощутимая цифра То есть 60 гиг в официальных системках Это, блин, ну, не слабо так Зачем? Если ты предзаказ сделал, еще потом можешь сутки жди Пока ты загрузишь, там проблемы какие-то будут Если ты предзаказал, ты хочешь пораньше начать играть В общем, такое сумасшествие То есть это поднялась вторая волна хейта И опять же, все кричат торрент эдишн Они все продолжают харкать в лицо геймерам и так далее Там подобно просто бред сумасшедший Издатель решил, я не знаю, может цель такова Уничтожить серию, как-то добить ее Но предзагрузка это вообще просто не вмещается ни в какие рамки Зачем? Что? Почему? Пишите в комментах То есть какова цель издателя Даши, из любопытного Это, конечно же, сейчас просто разрывающее все И твичи, и ютубы Это эпикс легендс, которая просто-таки уже побила все рекорды Никакой фактической рекламы, кроме репутации Самого разработчика Респаун Которые, да, сделали очень крутые Тайтанфолы, которые, в свою очередь, не выстрелили И тут, так сказать, некая карма вселенская Установила равновесие, баланс и эпикс легендс То есть воздала им все труды предыдущие по Тайтанфолам И эпикс легендс просто разнесла все То есть сейчас, и любопытно что Создатели Фортнайта просто дрожат Потому что фактически в одну секунду Только вот буквально месяц назад Фортнайт был просто безоговорочным лидером Просто миллионы игроков И казалось бы, ну ничто не сможет порушить их вот это лидерство И тут, вот просто 4 февраля Выход 5 фактически И началась просто победоносная сумасшедшая экспансия Из эпикс легендс 36 миллионов часов Вот фактически неделя только прошла с выхода игры 36 миллионов часов на Твиче Хотя ближайшие конкуренты из-за 26 не перевалили Это такие как Папк, Фортнайт и другие КС Гоу То есть вообще просто никак не умещается никуда Эпикс легендс Но действительно, игра, кстати, представляет собой Очень удачный сплав всех вот этих игр И своих каких-то нововведений Реально чувствуется совсем по-другому Нету теперь шальной пули через полкарты А реально Овервотч Но с Королевской битвой Просто супер, на мой взгляд Но что любопытно Реально просто трясутся в Epic Games Потому что смотрите Вице-президент Epic Games похвалил Epic Legends А потом удалил свой твит Вице-президент Epic Games Марк Рейнер спросил в твиттере Что он... Спросили в твиттере Что он думает об Epic Legends И тот ответил, что игра ему очень нравится Сделана добротно Вин Зампелло Генеральный директор студии разработчика Epic Legends Поблагодарил его за тёплые слова И даже предложил купить ему выпивку при встрече Ну то есть обменялись, да Такими вот дружескими похвалами Но! И всё бы хорошо Обмен на любезностями в игровой индустрии Обычное дело Однако Марк Рейн внезапно удалил свой твит Что выглядит очень некрасиво с его стороны Согласно предположениям фанатов Тут не иначе, как замешан глава Epic Games Ведь Epic Legends прямой конкурент Который уже запошёл его на Twitch И побил рекорд И набрав 10 миллионов игроков за 3 дня А хвалить конкурента только ещё больше И его рекламировать То есть опозорился То есть вице-президент Epic Games Взял и удалил твит Похвальный То есть ну разве это уже как-то повлияет Ну да, может немножко небольшая бы реклама и была Но на мой взгляд это дружеская Просто была похвала Но по итогу вот так и решили удалить Хотя тот же Брэндон Грин Похвалил разработчиков Но свой твит не удалял И всё как положено было То есть То есть Fortnite просто В долю мгновения Всё лидерство просто обрушилось почти Ну как обрушилось Именно первое место То есть именно лидера Так-то Fortnite ещё вопросов нет Будет жить и поживать Но тут резко просто феноменальный Epic Legends Никто даже и не думал Что может появиться что-то действительно развивающее жанр А это реально Battle Royale 2.0 Не спорю Многим всё равно не зайдёт И жанр не нравится Но всё-таки Как факт Реально качественное улучшение Поэтому если что Можете приобщиться Попробовать Ну я думаю Вы и так уже в курсе По итогу посмотрим Что будет по метро Потому что разработчик Издатель решил Всё-таки Ну я не знаю В который раз Поиздеваться над Пользователями Steam Которые сделали предзаказ Посмотрим Ждём Релиз Или ещё До релиза Каких-то крутых новостей Всё Все ссылки в описании С вами был Алекс С сайта rempc.by Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok